Хорошо, значит, продолжаем еще несколько таких вот высказываний, определений. Значит, апологетика — это раздел христианского богословия, который представляет рациональные аргументы в пользу христианской веры. Апологетика — это раздел христианского богословия, который представляет рациональные аргументы в пользу христианской веры. Повторить или не надо? Который представляет рациональные аргументы в пользу христианской веры. Также его называют как раздел естественного богословия. То есть подразумевается под этим общее откровение. Потому что общее откровение, оно доступно всем людям. Общее откровение, да. Также можно сказать, что апологетика — это оправдание или защита теизма. Вера в Бога вообще. Ну, вера в Бога вообще. То есть, что Бог вообще существует. Да, потому что есть противопоставление этому. Это кто? Атеисты. Атеизм. То есть то, что Бога нет. Да. Это оправдание или защита теизма. То есть вера в Бога вообще. Значит, апологетика отвечает на вопросы агностиков и атеистов. Агностиков и атеистов. Ее цель — показать существование Бога. Еще очень важный такой момент, на который бы хотелось обратить внимание, что апологетика — это защита богословия, а не христианского образа жизни. защита богословия, а не христианского образа жизни или практики поклонения Богу. Другими словами, что есть фундаментальные истины, которые объединяют ноги христиан. Да, понимаете, да? А есть вещи там поклонения. Допустим, там лютургия, да, или вопроса там связанного с песнопением и так далее. То есть это уже как бы там каждый там определяет, как ему нравится. Ну или чему научен и так далее, да. Или в какой он культуре живет. И это также, потому что даже если мы можем посмотреть на, к примеру, одну и ту же динаминацию, но в разных странах, мы можем увидеть, что есть определенные особенности. Что одна и та же динаминация, ну я говорю о христианах, да, в разных странах могут тоже по-разному поклоняться, по-разному петь псалмы и так далее. Поэтому это, ну, является не таким, как бы принципиально важным, понимаете, да? Значит, в современной христианской литературе можно найти вот такие определения апологетики. Это как апологетика, это дисциплина, которая занимается рациональным обоснованием христианской веры. Ну вот, например, особенно вот это определение, да, защита христианской апологетика или защита христианской веры, ну, как бы требует некоторых, как бы, пояснений, да. Что здесь подразумевается? Во-первых, значит, речь в нашем случае идет, конечно же, о христианской апологетике, уже неоднократно сегодня повторялось, да, то есть не просто об апологетике, но именно о христианской апологетике. Потому что апологетика вообще — это искусство разумной защиты к какой-либо точке зрения. Поэтому, как я уже говорил, что апологетика может быть на самом деле у разных индивидуумов, да, и разных там вероисповеданий и так далее, то есть и те, кто верят, и те, кто не верят, у них тоже может быть своя апологетика. Это искусство разумной защиты какой-либо точки зрения. Не только у христиан, но и представителей других религий, сект, и даже у атеистов тоже есть свои апологеты. Они защищают неверие. Да, они защищают их веру, потому что на самом деле атеизм — это тоже вера, только вера в то, что Бога нет. На самом деле. Ну, если так подойти к вопросу серьёзно, да, то мы видим, что в данном случае это тоже вера, только вера заключённая в том, что Бога нет. То есть, во-вторых, значит, что апологетика имеет рациональную природу, то есть предполагает существование рациональных аргументов. то есть для того, чтобы была построена защита, да, нельзя просто как бы говорить что-нибудь в данном случае, но это должны быть аргументы, которые являются рациональными, да, и которые могут звучать в действительности как доказательства определённой точки зрения. Ну, например, вопрос. Вот какие из христианских книг, которые вы читали, вы можете сказать, что это… назвать книгу как книгу апологетики. Нет, ну, я в данном случае говорю, не Библию. Ну, хорошо. Нет, ну, например… Ну, например, хорошо, самая такая, наверное, известная книжка Джордж Макдалл «Неоспоримые доказательства». Интересно. Ну, может быть, слышали хотя бы, да? Да, да. Ну, я знаю, что среди христиан это было в своё время очень так распространённо, потому что она была доступна. То есть, и вот эта книга, которую можно назвать своего рода как бы тоже апологетикой, потому что она построена на сути доказательств. Вот. Значит, если вообще я вам задам задание почитать книжку, вы как, справитесь? Да. Книжка небольшая, вот такая вот где-то. Давайте. А как? У меня есть она в электронном виде, не знаю, как вы можете читать в электронном виде? Да, можно. А? Ну, и кто-то может мне дать флешку, или там, допустим, я здесь брошу, и вы её прочитаете. Книга называется «Дорогой Агнос». Дорогой Агнос. И кто автор? Сейчас я скажу точно вам. Агнес. Значит, автор. Вопрос. Агнос или Агнес? Агнос. Дорогой Агнос. Ну, подразумевается в данном случае, что как бы книга, это как написано в стиле писем к агностику, вот, в защиту христианства. Значит, автор Орли Хувер. Орли. 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 Я так плохо говорю, вы не понимаете, да? Орли Хувер. Хувер, да. Например, в Ворде это 170 страниц. Ну, на самом деле, вы сможете в действительности немножко познакомиться с апологетикой. Ну, не просто, как вот там, допустим, видение, да, книга, ну, чуть больше как бы. То есть, это достаточно доступная… Да, достаточно доступная книга, и очень вы сможете в действительности подчеркнуть много полезного, просто для себя даже. Вот. Как можно распечатывать? Нет, не имею возможности. Как всех вам заживался, лучше распечатать. Не имею возможности. Поэтому, если мне дадут флешечку, я вам скину ее, и вы сможете прочитать. Хорошо? Да. Не пугайтесь, там тоже бывают, попадаются слова такие. Но в то же самое время, то есть, вы, прочитая книгу, вы станете, знаете, уже продвинутыми, да. Клайв Льюис, слышали, да, такого автора? Клайв Льюис. У него есть несколько книг. Одна из них называется «Чудо». Вообще очень маленькая книжка. Клайв Льюис. Ну, это известный христианский фантаст. Ну, я рекомендую вам вот эту книжку прочитать. Она у меня есть, тем более, в электронном виде. Дорогой Агназ, да. Вот. Хорошо? Значит, называется «Чудо». Там еще есть одна у него книга. Я посмотрю потом ее название. Эту я помню точно. Значит, третье. Что связано с апологетикой? Мы написали, что апологетик предполагает рациональный аргумент для доказательства, да? Да. Существование рациональных аргументов, да, для доказательства. Значит, третье. Апологетика — это защита. Ну, во всяком случае, из нашего курса точно, что вы запомните, что апологетика — это защита. Апологетика — это защита. Очень важно, на что бы хотелось обратить внимание, что когда мы говорим о апологетике, не думайте всегда, что, ну, и понимая, что это защита, не думайте всегда, что это означает, что мы должны только, знаете, каждый раз оправдываться или как бы выступать только в защиту, когда на нас нападают или критикуют, ну, какую-то критику посылает в наш адрес. На самом деле наша главная цель — это показать людям твердое основание христианской веры. Ну, когда мы говорим о апологетике, да, вот, то главная цель — это показать людям твердое основание христианской веры. — Библию у вас есть? — Да, есть. — Гаджеты? — Гаджеты? — Гаджеты, гаджеты. — Хорошо. Значит, давайте прочитаем 2 Тимофея, 2 глава, с 23 по 25 стих. 2 Тимофея, вы можете это отметить себе, тоже записать к этому разделу. 2 Тимофея, 2 глава, 23 по 25 стих. — Кто может прочитать? Да, с 23 по 25 стих. — От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. Вот это вот как раз отрывок, который здесь, да, Павел пишет Тимофею, он именно говорит о том, что само подразумевает вот эта защита апологетики в том смысле, что он дает объяснение, как себя вообще вести. Во-первых, он говорит о том, что глупых и невежных состязаний уклоняйся, потому что в итоге это приводит к чему? К ссорам, да? Вы когда-нибудь пробовали беседовать, например, со свидетелями иеговами? Мы будем открывать и плакать. А? Мы пытаемся плакать. И... И... У кого-нибудь получалось нормальное беседу? Нет. Получается, когда с ними выслушаешь чьих сторон, да? Что они говорят, 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 и потом, когда ты открываешь писание, начинаешь показывать истину, там, особенно я, когда там конкретно сын, я в блоге, ну, с мастерцей, и люди, они сразу начинают в отрез, сразу начинают там нападки такие. То есть, как бы, у них не хватает аргументов, даже читая то, что они видят, ты им показываешь, они сразу начинают закрываться и все говорят, типа, вы там всякие такие, короче, как бы на этом разговоры кранчиваются. То есть, начинается такая возбужденность с их стороны, там, конфликтация такая. Ну, допустим, возбужденность с их стороны, ладно. Но я неоднократно видел, как христиане были возбуждены этим разговором. И, знаете, такая перепалка просто, ну, вот в разговоре, да? Эти что-то там доказывают эти со своей стороны и так далее. И в данном случае Павел именно об этом говорит, что от глупых и невежественных состязаний «Уклоняйся». То есть, другими словами, если не получается просто нормального разговора, нету нормальной беседы, да, то спор ни к чему не приводит. Есть такое выражение, да, что два барана, столкнувшись на узком мосту, они оба что? Погибают, да, или падают, да, потому что они не уступают друг другу. То же самое происходит с людьми, когда они не готовы там, скажем, дискутировать, да, или как-то беседовать, или даже там рассуждать над чем-то, высказывать, слушать друг друга, размышлять и так далее. Но когда получается просто такая ссора, в итоге смысла нету в этом разговоре никакого. И в данном случае Павел об этом и говорит, что, ну, таких состязаний уклоняйся, зная, что они просто рождают ссоры, да. И дальше он дает объяснение, рабу же Господа не должно ссориться. Но быть приветливым ко всем. То есть представьте себе, вот в любом таком разговоре, который вас уже напрягает, при этом при всем Павел говорит, что нужно продолжать улыбаться, быть приветливым, да, разговаривать с людьми, вот, при этом не напрягаясь, знаете, не повышая тон, не возбуждаясь там изнутри до такой степени, что ты уже раскраснелся там и так далее. Какая может быть тонкая грань, что вот между дабытью, приветливым и лицемерием тем же, как бы в этой ситуации? Мне кажется, во всем должна быть тренировка, знаете. Ну, потому что на самом деле, почему, допустим, мы в разговорах, ну, приходим вот в такое вот негативное возбуждение? Потому, что ты знаешь истину, какая она. Да, я думаю, что на самом деле не вопрос ревности поистине. Да, вот, совершенно верно. А вопрос то, что как бы затрагивается как бы наша гордость, наше я, да, что вот я говорю, а со мной не согласны. Понимаете, да? То есть чаще… То есть в данном случае, если вы начали с человеком беседу, вы сказали ему какие-то свои доводы, да, то есть вы высказали ему что-то разумное, да, и он, допустим, в ответ проявляет такую агрессивную какую-то реакцию и так далее, то нет смысла продолжать разговор просто. Но есть и другая ситуация, да, когда люди готовы с вами поговорить. Ну, то есть реально поговорить, да, пусть они даже преследуют негативную цель обратить вас. Но вы ведете дискуссию, у вас есть диалог, и в этом диалоге вы рассуждаете, и тогда нужно именно делать так, как здесь Павел в данном случае пишет Тимофею, да, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым. Видите, он конкретно приводит именно все то, ну, аргументирует это тем, с чем сталкивается, скажем, христианин, встречаясь с какой-нибудь там ересью или еще чем-то, да. Ну, извините, если две разные конфессии, то я думаю, что здесь вообще нет смысла вести такой, как бы, то есть в данном случае апологетика не действует, потому что это не та сфера, которой занимается апологетик. А вот много вопросов, сейчас такое по интернету говорится, пророк Шмуэль такой, слышали? Давай. И они очень так яро, но именно христианам и мессианским вот таким, вот ими завязывают именно единобожие, что право, единобожие. Хорошо. В данном случае, если мы говорим о каком-то там пророке Шмуэле, он себя выдает за кого? За иудея? Ну, понятно. Ну, тогда в данном случае к этому человеку применима апологетика в том отношении, что мы сегодня говорили, что апологетика имеет в данном случае направление в том отношении, чтобы сказать о троичности Бога. Ну, поэтому если вы можете с ним поговорить и вы имеете достаточно веские аргументы, то есть для этого начала, наверное, стоит изучить эту тему для себя лично, да? То есть, ну, скажем, пройти погружение в этой теме для того, чтобы самому понять, допустим, как обосновать свою точку зрения, как обосновать свое видение и то вообще, во что ты веришь. Вообще, я всегда рекомендую каждому христианину, ну, минимум хотя бы, знаете, всегда быть готовым к тому, чтобы дать ответ в том отношении, во что ты веришь вообще. Ну, хотя бы определенные какие-то истины, даже не разбирая их по частям. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Ну, что, там, мы верим Мессию Иисуса, который умер из наших грехов, воскресенье мертвых, что он есть Сын Божий, да, там, что мы спасены по вере, что Бог есть три, единый Бог и так далее, да, то есть, такие вот вопросы, то есть, реально, во что мы верим? Вот, как бы, и вот просто задумайтесь, если вам сейчас зададут вопрос, а во что ты вообще веришь? О чем вы будете говорить? Вы в этом вопросе хотя бы разобрались, а что является фундаментом вашей веры? Во что вы верите? Почему вы верите? И так далее. А после этого, конечно, если говорить уже, там, с каким-то пророком, Шмуэлем, или еще с кем-то, тогда нужно еще более углубиться в вопрос своей веры, то есть, основание того, почему я верю именно так. Ну, я скажу, что многие христиане, если вы спросите, не знают, почему они верят. Они скажут, ну, я верю, а почему ты веришь? Я не знаю, я просто верю. Какой правильный ответ? Правильный ответ — это точно знать, во что ты веришь. Основы, да? Есть основы, фундаментальные истины христианства, да? Основы, для себя хотя бы понять. Потом разобраться в этих основах. Ну, то есть, подключить свой разум просто в данном случае. Хорошо, что если, допустим, многие люди просто верят, и все, как бы, их ничего не волнует, не пугает. Но, с другой стороны, мы сталкиваемся, что, например, ряды сегодня свидетелей иеговых или мормонов пополняются очень серьезно и сильно евангельскими христианами. вас это не удивляет? Все происходит из-за того, что сами христиане, которые верят в Бога, как бы, а кто вы верят? Потому что, на самом деле, они не знают, во что они верят до конца. Понимаете? И когда они встречаются с человеком, который является там миссионером или там апологетом с той стороны, да, который садится, изучив вопрос своей точки зрения, садится и начинает очень там грамотно и четко объяснять, почему он в это верит, а человек, у которого нету основания, вы понимаете, да? Он, 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 он поверил, потому что, мы так вроде бы сказали, были эмоциональные всплески и так далее, то есть, все это в совокупности, но он не разобрался в своей вере. У него нет фундамента, у него нет основы. И он, ему как бы раз посыл там какой-то, и он уже пошатнулся. Ему второе. И он смотрит, люди говорят, действительно так, то есть, и вместо того, чтобы разобраться с этим вопросом, да, например, прийти там пастору, к учителю, или просто здесь какую-то литературу самому сесть почитать, для того, чтобы выяснить, в чем проблема. Правду они мне говорят или нет? Он, вот, мне объяснили, и я теперь верю вот так, как они мне объяснили, потому что я теперь это понимаю. поэтому и в данном случае, когда Павел пишет письмо это к Тимофею, да, вот он здесь и говорит, что нужно быть учительным, незлобливым, скротостью наставлять противников, то есть, чтобы с противником не происходило, ты все равно должен быть в положении человека смиренного в данном случае, ну, в том отношении, чтобы не было лишних эмоций, всплесков каких-то там еще вещей и так далее, да, что ты мог спокойно говорить. Вы понимаете, даже когда, я, ну, просто обратил внимание по жизни, что если ты с человеком разговариваешь на повышенных тонах, то обычно человек тебя не слышит. Так происходит. Я даже с детьми смотрю, там иногда, знаете, там разошелся, там начинаю что-то там это вот, и понимаю, что, ну, что меня никто не слышит. Все, что воспринимается, это то, что папа чем-то недоволен, там, или у папы какой-то там типа нервный стресс или что-нибудь еще, понимаете, да, вот. И вообще непонятно, наверное, у папы что-то там случилось, он на меня здесь наехал. Ну, то есть, реальность и так. Но стоит взять своего сына вот так вот посадить, знаете, успокоиться, сесть и спокойно с ним говорить. Даже если он не соглашает, но он уже слышит. потому что он уже реагирует не на мои эмоции, он реагирует на то, что я говорю. Поэтому в таком состоянии, как бы, ну, проповедь, она как бы, ну, является как бы своего рода, может быть, где-то бесполезной, но в том отношении, что вас никто не слышит, да. Они кричат, вы кричите, ну, покричали, да и разбежались, и все. вот. И потом он говорит, наставлять противников, видите, скротостью наставлять противников. Это очень именно важный момент, потому что здесь именно речь идет как раз о том, что тот, кто выступает против, это беседа с теми, кто против, понимаете, да? это те, кто нападают на вашу веру, на ваше учение и так далее. И он говорит, что надо говорить с ними, он не говорит, что не надо говорить. Но если ты приходишь, чтобы спорить, если ты приходишь и в таком состоянии, то тогда нечего, как бы, разговаривать, нет смысла. Результат будет нулевой, время потеряное, нервы расшатанные и так далее. То есть никакого смысла нет. И потом он говорит, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю. То есть конкретно мы видим, что Павел говорит нам о том, что причина, почему они являются противниками в данном случае, это то, что эти люди уловлены в сети дьявольские. И они подвластны его воле. Видите, да? Ну, интересен еще такой момент, на что мы должны обратить внимание в данном случае, это то, что он делает акцент, что даже, насколько бы мы не были подкованы, насколько бы мы там грамотно не говорили и не владели бы информацией, ситуацией и так далее, он говорит, все равно здесь ставит Бога во главу угла, да, и говорит, не даст ли им Бог покаяния по знанию истины. Но с другой стороны, мы видим также ответственность в том отношении, что нам необходимо что? Ну, во-первых, говорить да. А во-вторых, для того, чтобы мы, смотрите, значит, во-первых, мы должны скротостью наставлять, да, но для того, чтобы кого-то наставить в истине, что нужно? Нужно самим знать эту истину, понимаете? Нужно самим изучить этот вопрос. Поэтому, я скажу так, если мы идем свидетельствовать, просто свидетельствовать, всем людям, кого мы встретим по дороге там, и мы будем говорить им Евангелие. И знаете, для такой вот, скажем, постоянного как бы свидетельствования достаточно знать Евангелие, потому что Евангелие приводит людей ко спасению. Но для того, чтобы учить людей, ну вот как Иисус дал повеление, он сказал, что идите и учите. Недостаточно знать только Евангелие или формулировку Евангелия. Нужно знать глубже и больше составляющие Евангелия, в чем основа веры есть, истинность веры и так далее, и тому подобное. Для того, чтобы можно было учить. Иначе это похоже, как в военное время учили летчиков. Помните было такое выражение взлет-посадка? Учили взлетать и учили в лучшем случае садиться. А иногда учили только взлетать. И задают вопрос, ну а как же? Ну что, фронту нужны летчики. Но он взлетит, уже хорошо. Ну, повезет, сядет. Понимаете, да? То же самое как бы и в христианстве. На самом деле мы должны учить людей. Мы сами должны учиться и должны учить людей. Чтобы они понимали истину Божию, понимали через Слово Божие эти откровения и так далее. Вот говоря о евангелизации, ну как бы вот такой вот в целом, я вспомнил частую историю, слышал один пастор, рассказывал, что он ездил в такую поездку, там его приглашали послужить, он был в Австралии, там проповедовал в одной церкви и потом разговаривал с людьми и один человек ну и спрашивал там людей, а как вы уверовали, а что послужило к тому, что вы уверовали. ну и один там брат рассказывает, говорит, что я как-то шел по Сиднею, вот на такой-то улице и откуда-то появился пожилой человек седой и задал мне вопрос, если ты сегодня умрешь, не окажешься ли ты в аду. И он говорит, этот вопрос он заставил меня задуматься, в результате я пришел к вере в Иисуса и был спасен. Он потом приехал в Англию, в следующую как бы там церковь, куда его пригласили, и когда он там проповедовал, он рассказал эту историю. тут встает человек в собрании и говорит, вы знаете, я точно так же получил спасение. Я был в Австралии, в Сиднею, на этой улице, говорит, и ко мне подошел седой человек, ну мужчина пожилой, говорит, и он мне задал этот же самый вопрос, в результате чего я задумался, говорит, и пришел ко спасению. Потом он посетил Америку и интересно, что в одной церкви встала целая группа людей. И засвидетельствовала о том, что они так же встретили этого человека, и это послужило толчком к тому, чтобы они пришли к вере в этой результате. И он говорит, меня это так заинтересовало, что я решил поехать в Сидне на эту улицу и найти этого человека, если в действительности такое существует. Он говорит, ну столько свидетельств. Говорит, приезжаю в Сидне, прихожу на эту улицу и походил, никого не нашел, но стал расспрашивать людей. И женщина говорит, да, в действительности здесь есть такой человек, который вот ходит и всем задает этот вопрос. Показал, где он живет, он поднялся к этому человеку, это был уже человек очень преклонных лет, он уже практически не выходил на улицу, потому что был уже стар. и они стали беседовать, и он ему начал рассказывать, говорит, что вот так-то и так-то, то есть, ну вот я был там-то, люди сказали о вас, я был там-то, люди сказали о вас и так далее. Он говорит, вы знаете, а, он начал плакать этот человек и говорит, вы знаете, я много лет назад принял решение, что каждый день я буду выходить на улицу и одному человеку задавать этот вопрос. И он говорит, и спустя столько лет я услышал первое свидетельство, что в действительности кто-то спасся. И это говорит о том, что на самом деле, знаете, для того, чтобы привести человека ко спасению, может быть, нам не надо знать много. для того, чтобы дать какой-то толчок, да, или посеять это семя, которое в результате взойдет, даст плод и так далее. Но если мы хотим учить, если мы хотим в действительности, чтобы христиане, они утверждались в истине, да, то, да и сами мы, чтобы утверждались, нам нужно учиться, нам нужно разбираться с тем, во что мы верим, почему мы верим, зачем мы верим и так далее. Потому что если мы столкнемся с опытными антимиссионерами, ну я так назову их, да, или миссионерами, которые против, да, то вот такого неутвержденного человека они могут расшатать вере. И человек может соблазниться, человек может пасть. поэтому есть четвертая еще стадия в этом вопросе. Здесь говорится так, что хотя апологетика является изначально богословской дисциплиной и относится к сфере практического богословия, она не носит чисто богословский характер. В действительности апологетика находится на стыке многих дисциплин. То есть богословия, истории, социологии, психологии, различных наук, философии и так далее. То есть мы потом посмотрим тоже эти некоторые моменты апологетика и наука, апологетика и история. То есть что для того, чтобы выстроить апологетические аргументы или защиту апологетическую, доказательства, для этого следует знать много вещей разных. Исторические факты, события научного какого-то характера и так далее. Потому что часто, допустим, оппоненты христианства они выступали или вообще в отношении веры в Бога говорили о том, что наука и вера несовместимы. Потому что наука противоречит религии. Слышали, наверное, такие выражения? Вот. Поэтому апологетика в данном случае она как раз и служит тому, что показывает, что нет никаких противоречий. И с помощью даже науки проводят определенный параллель или доказательство даже каких-то вещей, связанных с тем, что мы верим и почему так происходит и так далее. следующие это функции христианской апологетики. функции христианской апологетики. Значит, роль апологетики в истории и повседневной жизни церкви гораздо значительнее, чем часто это представляется для верующих. Потому что мы сегодня даже говорили о том, что, наверное, многие даже не знают этого слова апологетика. Значит, роль апологетики в истории и повседневной жизни церкви гораздо значительнее, чем ее представляют себе сами христиане. христианской христианской христианской